Портал ислаб.ру Я Александр Тимошенко и... Меня зовут Милан Чижик. Какая ваша должность, господин Чижик? Я здесь как руководитель словацкой команды, но у меня еще одна работа. Я должен взять пробки на антидопинговый контроль. То есть у вас должность в Словакии какая? Как называется? Ваша должность в Словакии? Президент, секретарь федерации? Мы президент федерации. Сколько лет вы уже президент? Три с половиной. За это время, за три с половиной года, федерация, по вашему мнению, в Словакии, достигла каких-то успехов в деле нашем в бодибилдинге, в фитнесе? Ну, немножко мы имели хорошие результаты, но знаешь, надо работать, работать и работать. То есть нужно больше работать? Ну, у нас был прошлый год и два года тому назад очень хорошие результаты. Словакия окончалась на первом месте всех стран мира. А за это, скажем так, государство помогает, федерации Словакии? Да, государство помогает. У нас государство помогает отлично. Знаешь, а когда у тебя хорошие результаты, государство помогает. Когда у тебя нет результатов, нет денег. У нас такая идея, что все чемпионаты будут будут в другом городе. Мы не хотим у нас матч чемпионаты только в больших городах, как в Братиславе и Кошице. Мы хотим, чтобы бодибилдинг был и... Популяризация. Популяризация. И надо иметь состязания в маленьких городах, чтобы все видели, что это. что возможно иметь хорошие результаты тоже в маленьких городах, деревнях. А нам надо сделать популяризацию. Но знаешь, у нас этот год, у нас 50 лет тому назад, что бодибилдинг был как спорт, узнан. То есть 50 лет, это круглая дата такая, да, в Словакии? Да, в Словакии. Это год. Вопрос такой, вот чисто наблюдение со стороны. Словакия – это всегда большие передовики в части подготовки женщин. И вообще ваши женщины отличаются, вот как и наши русские, в сторону, надо сказать, красоты такой, особенной славянской. И результаты на чемпионатах у женщин, у Словаков всегда, ну, скажем так, блестящие. Есть какая-то национальная особенность, или особенность подготовки тренеров, или еще в чем-то в этом? Откуда такое? Почему? Ну, я думаю, что тренировка такая самая, как в России, как в Германии, как в Франции. Но у нас, как ты сказал, возможно, что у нас… Лучшее питание. Ну, питание – это не проблема. Но у нас по генетическому… На генетическом уровне. У нас что-нибудь лучше, чем в остальных странах. Именно с девушками, с тетеньками, с женщинами, да? Да. А когда вы говорите эти слова, ваше лицо прям расплывается в такой улыбке, довольный, глаза начинаются светиться. То есть, видимо, самому президенту Словакии нравится, я имею в виду президенту Федерации бодибилдинга Словакии, нравится больше работать с девушками, чем с мужчинами и получать результат. Я прав или нет? Нет. Нет? Для нас, для нашей Федерации, тоже результаты мужчин. Важно. И очень занимается о этих результатах. Мы работаем все, чтобы мужчины имели хорошие результаты. Возможно, что ты знаешь, что два года тому назад у нас были два чемпиона мира. Три года тому назад у нас было... Ну, естественно, я это знаю. Я это знаю. Опять вы начинаете светиться. Да, лицо настолько довольное, что хочется прямо это самое, так сказать, улыбка лучезарная. У нас нет разницы между девочками и мужчинами. У нас все категории должны быть хорошие. В Словакии в последнее время год, два, три все больше и больше спортсменов переходит из спортсменок в профессионалы. Стефан Хавлик, Чамбал, девочек я вообще всех затрудняюсь перечислить, которые получили про карту. Это что за последние два года? Откуда такой прорыв? И какая доля участия Федерации в этом прорыве? Ну, это не только последние два года. Четыре-пять года тому назад Наталия Ленартова стала профессиональным сотрудником. Но последние два года у нас большее число. Но знаешь, когда они имеют хорошие результаты, когда они играют чемпионат мира, они должны поступать и борьба должна быть выше уровень. Высший уровень. А вот, как бы, получается, Мазалане про сейчас провели. Я лично присутствовал. Мне все очень понравилось, на самом деле. Про какую-то температуру, про температуру в зале я, честно говоря, вообще не очень понял. Говорят, что якобы там было холодно. Сам уровень турнира мне очень понравился. Мне хотелось бы уточнить несколько моментов. Первый момент. Как так получилось, что абсолютным чемпионом Словакии стал украинец Белауш? Ну, ты сказал хорошо, что было немножко холодно в зале, но прошлый год было очень жарко. Знаешь, это... То есть всем не угодишь. Всем не угодишь. Это был великий зал. Это... Ну, и два дня тому назад было 25 градусов. А в день, когда было состязание, было 8 градусов. Знаешь, это проблема. Но невозможно... Предугадать. Предугадать. Есть. Но когда молодец Украины был лучший, он должен быть победителем. Я понял. Он был лучший. Но я, честно говоря, был в шоке от того, сколько подарков ему вручили, когда он выиграл категорию. Я все ждал, когда закончат выносить все эти коробки, банки на сцену. Потому что его фактически чуть ли не до головы завалили призами. Чей такой ход? Ну, огромное количество просто спортивного питания. Дикое количество. Это нормально у нас на наших состязаниях. У нас не даваем деньги. Но даваем еду. Мы даваем суплементы, хорошее кушание, а так дальше. Хочу вернуться все-таки к профессионалам. На ваш взгляд, кто сейчас... Вот я видел Яблонского Павла на Мазалане. Он там посещал, так сказать, это мероприятие. Потом Геарр Хорват, Тусил там тоже. Опять же, Чамбал. Кто на сегодняшний день из словацких профессионалов наиболее перспективный для этой лиги? Ну, я могу сказать, что смущен Мариан Чамбал. Так. Но когда бы хотел тренировать Андре Мазалане, Андрей был очень хороший спортсмен. Я помню, как он выиграл чемпионат Европы в 2004 году, насколько я помню. В 2004 и 2006. Да, два раза. Я помню. Я как раз с ним познакомился в 2004 году. Но он уже не... Он бизнесмен. Он бизнесмен. Да. Не работает... Как спортсмен. Спортсмен. Но Мариан сейчас самый перспективный спортсмен со словацкой команды. Когда мы говорим о женщинах... Да-да. Очень бы хотелось о женщинах услышать. Наталья Ленартова. Но она уже укончает... Этот год она укончает карьеру. Она работала как спортсмен. 15 лет. Выиграла несколько раз. Я помню ее первый раз. Увидел в 2004 году. 10 лет назад. Здесь же, в Санта-Сусане. И был несколько шокирован, как она пришла в столовую. И нормально кушала то же самое, что как все. А после этого вышла на сцену и выиграла категорию. Да. В фитнесе? В фитнесе? В категорию в бодифитнесе. Нет, я помню в фитнесе она кошка была. Я знаю. Она работала как фитнес-чемпион. И после того как бодифитнес. Ну, на самом деле мне было очень приятно, что она при той расстановке мест, при тех, так скажем, результатах, которые были в Мазалане, заняла первое место. Удачи ей, скажем так, на подиуме Олимпии. Я так понимаю, Олимпия это ее, как будет, как бы последний аккорд в ее соревновательной карьере. То есть, я так понимаю, муж, семья, еще дети, видимо, какие-то будут. И работа. Работа. Ну, а как бы я хотел еще закончить на этом интервью, еще раз сказать, что с нами был сегодня Милан Чижик, который является президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Словакии и одновременно является человеком, который в Федерации Европейской отвечает непосредственно за все мероприятия, связанные с производством допинг-контроля и сопутствующими всякими факторами. Спасибо большое вам, Милан, что вы с нами согласились еще на русском языке побеседовать. А гимн русский мы потом с вами еще споем. Еще раз вам спасибо. Спасибо тоже. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова